Впечатление кризиса на живописи. Видимо, состояние профессии архитектора нас преследует так давно, что мы приспособились к привычкам. Нас утешают отдельные успехи, похвалы возникают, иногда миражи следуют. Многие, беспокойство своей душевной здоровьей, не хотят и вообще не кричать никакого кризиса. Всегда детская жизнь шла с греховым полом. И архитекторам стоило немало труда выжить и выспутаться. Самое главное, что уходит людей от рассуждения кризиса в состоянии нашей практики. Довольно масштабные, разнообразные, фигурные подтягивающие к первым образцам. Кому-то эта практика не нравится, а кому-то наоборот. И Александр Шипропопорт констатирует смерть архитектуры, а многие учуются ее возрождение в нефокалом нарезке, благодаря новым техническим и дизайнерским возможностям. И я так и говорю, это так, шикарно. Для одних дигитальная технология означает право профессиональной культуры, для других счастья, такого креативного прорыва, полного отбородства. И, скорее сказанного, я поначалу вообще не хотел вовсе уступать на предложенную тему. Но, получив импульс, он не более стал размышлять, и вдруг понял, что кризис все-таки есть, и он опасен, и стивно отбородство. Он поразил не столько практику, а фрексивно-статистику, только от ментальной сферы, культурного самосознания, самоконтроля и самоощущения. Российские архитекторы страдают от комплекса неполноценности, прежде всего, и давно, и не хотят подавать визу. Но, на самом деле, страдают. И не только потому, что западные культуры лучше, они маловостримованы народу, и их не уважают, ни собственные власти, ни собственное население. Вот беда. Властей, с одной стороны, волнует мега-проекты с иностранными инвестициями, с иностранными, а с другой элементарной экономикой. Экономия на антитварном серьезном и реативном проектировании, и предпроекты выставлены. Им нужны не высокие профессионалы, смеение даже, приходится считать, а послушные смекалисты и исполнители ангажируют в их решении. Примается за всем эффективность степового проектирования, с которым мы так долго мучились и бороться. Откровенно лоббируются 7 минуты экономические и технократические интересы и стройкомплекса и стройбизнеса, диктующие чудовищные правила изрыгки и простекущих архитекторов, и указывающие на абсолютную ненужность объективных научных изысканий. Дело в том, что отрицание авторских прав архитектора, оказывающего услуги государства. Строго говоря, слово «правило» здесь не подбой. Нам Александр Викторович Кузьмин говорит правду. Это же неправило, потому что на месте правды это неправильное правило. За это дело. Население же давно было архитектором, заботившимся о его вкусах и печати. Это же архитектор, ну, давно у нас частной собственности, особенно мелкая, ушла. Вы знаете, что. Государственная мазополистическая система взрастила вернополых архитекторов, накатящихся по ту скорую тарика, где власть была. Люди боятся таких архитекторов, угрожающих их различными регламентами, штрафными станциями и новыми правилами, чревателем, либо притеснениями в случае моногатарной застройки, либо в общее разрезение, когда дело их, как раз, сейчас у нас веках. И тут у меня есть замечательные примеры, когда просто люди, значит, согласовать ничего нельзя, лучше пусть я заплачу потом штраф, ну, построюсь. А что будет? А могут свести по ужасу. А каково самим архитекторам? Им надо искать самоправдание в том, что они тоже люди, обязаны содержать свои селье, инвестиции, конечно. Им приходится сговариваться со своей совещей и закрывать глаза на крышка вещи. Есть еще одна соблазнительная возможность уйти из практики и заняться либо выборственным рукоделем, либо преподаванием, либо наукой. Чем более отвлеченной, тем лучше. Все, собравшись в нашем институте, если не вполне сознают, то, по крайней мере, ощущают неплодополучие застарелый кризис и функционирование экзекционной профессии. Мы занимаемся самоутешением и подкладыванием друг друга, будучи пока еще в большой мере предоставлены мне сами селье. Пока. Академическая наука в последнее время не позволяла отборить душу тем, кто хотел быть честным. Она защищала профессиональную культуру и образование, конечно, не договорчиво. Но в последнее время этому оплоту нанесена тяжелая травма, превратили данные устроены. И мы, сидя в Минстрою, уже боимся, словом сказать, недавно попросили написать какой-то доплату о успешности этих наших деятельностей в Минстрою. Я отказался. Ну, я уже не первый раз отказываюсь от этих вещей. Я сказал, что мы можем быть критическим. Критические предложения, как надо исправить. Вот пример, о чем я тебе говорю. Но это и не устроено. Произникают ностальгические припоминания тех эпохов, когда архитектура была востребована биобластом власти. Однако, при ближайшем рассмотрении оказывается, что о возвращении таких эпохов уже не мечтать. Внешне архитектура была на подъеме, но внутренне не пребывала в поддавленном и противоприченном состоянии. Трупнейшая мастера старинской архитектуры не могли не понимать тому, чему они служат. Искренне будет творческий парал ангар, но он очень быстро в жизни по вкусу, как заказчикам, так и инфлядикам. И так что на ладрам пришлось притироваться. Испиваться. Игритаристанец. Победное шествие лазернизм при всех голосоциальных гематологических лозумов тоже отжимал сутворки с прививленностью примуждения к счастью и фальсификации коммунистического идеала и отчарования. Есть архитекторы, которые не хотят решить свои построения. Это может называться как упорство, как и через первые кровоски, что-нибудь домоскутские. Я не знаю, что-то, как сказать, дача не построена, но их не надо даже как. Не в эти случаи вероломные, что нарушение законов и ревантов, ответственность за которые дежекторы возлагаемых заказчиков, давших ему однако возможности реализации. Могут быть получены высокие профессиональные награды, авторские амбиции, амбище ничего не значит потом построен и закроют это. А заказчик крутой, такой бандитский дом построен. Ну, это было дело на сербе. Ну, очень мачо, что ли? Альяна, какие-то башни спорадов Сергея на масле и все вытеслить. Вот, 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 она красивая, так сама по себе, но она совсем ненавистная же, да, это понятно, и нельзя бы там нарушение всех правил и всех законов. Значит, способна ли она принести подлинное счастье автору, отдавшему снастолькому хрестоплату? Вот, чем проблема, это же в душе, в сознании, что у людей? В сфере государственного ситуации не лучше. Однажды в маршрутном такси мы стояли надежные пробки и я вдруг подумал, как хорошо, что никто не знает меня, а то бы сейчас нафиг проклинать, а если я спал оправдываться, то это просто и надо. В подмосковной деревне, где я меня уважаю, приходится периодически отвечать за два, объяснять, что наш институт занимается в истории. Игречки. Я просто сказал. Кризис профессионального самоощущения вызван лукавством в общей ситуации, порождающим смятение, невызды их у души при головах и, как следствие, неуверенность в правительстве сегодняшних слов и действий. Можно показаться, что такое поражение совершит почвы ничего нового и замечательного, однако порождается еще больше лукавства, ибо зло не может вести добро. Встает вопрос, а было никогда иначе. Позволю себе утверждать, что было до того, как вернику и шаталось по выражению из источника 17-го религия. Конечно, не абсолютно. Конечно, с времен грехопадения, так сказать, вся история человечества, она, соединяя без греха попала. однако, вот кризис и не кризис это начало, вот в чем, как его нужно отценить? Вот, человек, все-таки, температура 36,6, он, конечно, опытный, смертный, но все-таки он ничего, он, собственно, родоспособный, не на больницу, значит, а когда заболел, значит, совсем мало. Вот, надо ловить, хотя бы, эту границу, где? Как это? Как будет-то нам? Я против максимализма, я не против того, чтобы, значит, четко говорить, вот кризис, а где-то все. И нет, я просто, я просто, что-то предъявлено, буду вареном, предъявлено, как-то можно жить, дышать. Как манитировать, стараться, хотя бы, где же тебя, хотя бы, мало кругов, в том-то, среди своих людей, где-то, вот, но в требности, все-таки, совершенно иначе было, вот, когда манития объединяла веру в великую, созидательную, и же неукротающую, мечту архитику. Очень мне хотелось эту мысль почеркнуть. Мы иногда думаем, что архитектор с годом, больно он гордый, вот эти вот то, что мы говорили, эти там, с ними, которые считают, что у нас надо поставить на место. На самом деле, профессия архитектора требует, обязанных архитектор, иметь вот этот вот полет. вот это самое. Понимаете? Вот в чем дело. Это профессия. Вот была вера в созидательную, утверждающую миссию архитектуры. Вот, и не даром архитектор подражал дворцу, воплощая в свое свое положение от отца универа, от красного космоса. Его работа была сради священодействия. Он не имел права на ошибки от чрева отличающих основных последствий. Вот почему к строительным мастерам, как к прочим другим предместникам, в народе, вплоть до новейшего времени народной традиционной культуры относились с большой опаской и благородовением. Есть об этом не официальная работа. Ведь, подмастера эти имели смешанность подставленной силой. Не обгудываются и нафиг. Мы могли здесь правильно выговорить, а то могли специально убедить хозяину, что известно. Значит, это пятиохранный народ. Маг, волшеб или жрец. Значит, отсюда приверженность традициям, определенно простам. Отсюда известность скромности, падение самомышлений, выпадение из систем общих правил. Отсюда же авторитетность великие хитрости строителей, значит, как их непростой науки и искусств. Творческие амбицины архитектов, как и для них под собой глубочайшие религиозные и филологические основания. Понимание этого может помочь нам сегодня начать восстановление вести профессии, в которой на самом деле человечество всегда испытывало первейшую жизненную не входить. Моя мысль в том, чтобы отказаться от легкомысленности сиюминутных конъюнктурно-коммерческих проектов и бутблистских рекламных акций. Ситуация начнет организоваться с угодом на полукультуру потребительства. Речи нет об оборождении древних культов и обслуживающих коммунистических и конъюнктурных монументов. Движение в этом направлении только почти сектор и сухой. Нужно браться за самое серьезное методическое культивирование архитектуры в современных условиях, имея в виду древнейшую безвечную задачу об устройство каждого поселения. измельчика И вовремя вовремя и воров. Все должно быть правильно. Если что-то совершил не так, то гибель гибель человеку будет поэкзем. измельчика и и измельчика и планет в целом. Не без церемонного приспособления за человеческих нужд, а переживого устройства, то есть благовое устройство жизни на земле и самой земли. А вот раньше были земли. Вот это измельчика и измельчика и измельчика именно в этом заключен главный призыв к устойчивому развитию. У человечества, конечно, еще слишком много нерешенных экономических и политических проблем. Но не надо дожитаться их полного разрешения. По-моему, стоит начать с архитектуры, которая имеет по-своему идеальное проектное начало, нацеленную большую перспективу. И по-моему, это само собой появится духовная надстройка, всегда с опозданиями и заведом зависимости от этого его и устойчивое развитие. Что мы делаем? написанное на самом деле призывая к прорыву. Призывая к прорыву, разнос всей устойки. Только тогда понадобится всерьез и наша историко-теоретическая наука, которая лежит в самом основании концепциальных творческих поиск. Но этой науке предпоказанно опубликоваться в нечто самодовольно-смодостаточное. Ее важнейшая задача – органически соединять внутрипрофессиональную сферу с внепрофессиональной сферой. Вот это мое убеждение. С международным контекстом, со сферой широких общественных интересов, а также частных нервных трудов. По-моему, только наш институт этим занимается. И установление контактов между профессией и обществом. И нервным человеком. Сейчас это какая-то парикады между профессионалами и профессионалами. На самом деле мы страдаем от того, что нету взаимопонимания на связи. Особое значение – метод включения отраслевой деятельности к самым высоким фундаментальным академическим народам, как гуманитарным народам, естественным. А приоритет недоступный сегодня не специалистов. Такая задача, кажется, совершенно нереально и некорректная. И все же я говорю, имея в виду просвещение и пассивное разрешение архитекторов надмассы узких специалистов. О ответности в широте показов всех, кто писал титул, как известно, а если обратиться к истокам профессии, то придется констатировать ее причастность на самом сокровенном тайном мироздании. Сокровение памяти об этом я уже упомянул. И могу добавить, всем пассивное древнее 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 его конечно сегодня не десетутся до уровня жреца фундаментальной науки, но он должен быть приобщен в серьезной сообщественской сфере, а ретироваться в них. Об этом мало кто говорить и читает, поскольку архитектура своей погружена в основном социально-экономическом рутине, с ее весьма спорными и какими функционерами. Если же нацелить Артем Константинович на решение более глобальной задачи русской планеты, то есть говорят эгофорические обнуждания хаоса, выстраивание в космосе, когда он будет всегда прегреть. Тогда слово архитектор вернет себя исходно демиологическое значение. Не всем архитекторам подняться в любви, но этого и не требуется, конечно. Но принципиально важно иметь такие ступени, по которым можно последовательно ясные, правильные, прочные, иерархические иерархические попадают в руки тем, кто предает извращенные насильственные формы. То есть пирамиды класса еще какая, но неправильная неправильная запомните люди заболванные, иметь приличные люди туда не идут. Подданный же иерарх в переводе священноначал, представляя всем равные возможности обеспечивать каждому уверенный и законный рост сообразных его проживенным способностям, моральным качествам и трудовикам. Им удавалось выращивать мастеров своего дела и без них будет хуже. Можно заключить, что приз профессионального самоощущения последовало деградацией и разрушением традиционной иерархической картины мира. Если мы поймем мудрость, естественность и справедливость этой картины, то надеюсь, сможем в другой профессии фундаментальный смысл и общественное признать. Спасибо. Аплодисменты никто в мире не считает к сожалению. Никто. Понимаете? Никто по-русски не говорит к сожалению. Надо приложить максимум. А сегодня это не так, не так тяжело. это все должно переводиться на английский язык. Во-первых, это должно рассылаться по всем университетам европейским и американским и точно так же надо переводить основные издания для публики. Значит, если мы хотим существовать, и будет заметно только это, значит, еще раз, макет нормальный и английский и еще раз.